Друзья, доброе утро! Сегодня 21 мая 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, кто не видел, не забывайте посмотреть вот такой вот мой видос. Здесь я рассуждаю о том, что происходит с долларом и можно ли происходящее назвать девальвацией. Ну и также посмотрите мой традиционный прогноз на сегодняшнюю торговую сессию с обзором вчерашнего дня. Ну а сегодня, друзья, предлагаю традиционно дождаться открытия российских рынков. Произойдет это примерно через три минуты. Посмотреть, как поведут себя российские индексы. Ну и после этого глянуть, что произойдет в двух моих портфелях. Я напомню, что инвестирую через брокера Открытия. Там находятся мои российские активы. И недавно еще пополнил свой ИИС у брокера Тинькофф. Там торгуются мои американские акции. Давайте смотреть, что было вчера. Так, америкосики. Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,67%. А индекс Dow Jones прибавил 1,52%. В настоящий момент нефть брента Юльский Фьючерс торгуется по 36 долларов 34 цента. В рамках дня прибавляет 1,65%. И, друзья, опять мы бьем очередные рекорды. Нефть уже выше 36. Это супер круто. У меня есть ощущение, что сегодня мы опять увидим хорошие результаты по российскому фондовому рынку. Не знаю уже, если честно, куда мне столько денег. Но придется искать им какое-то, видимо, применение. Ну и Юрлс, друзья, как мы видим, еще 36 не достигло. Но почти-почти вот уже подбирается. 35,99% в настоящий момент. Идет вровень с брентом. Так что эта информация, я так думаю, для российских рынков... Вот, все, перевалили за 36. Вот только что прямо в прямом эфире. Так что для российских рынков, я думаю, это очень хорошие новости. Так, вчера, друзья, индекс РТС вырос на 4,1%. Сегодня, конечно, хочется продолжения банкета. Неделя получается мега позитивная. Ну, во всяком случае, для тех, у кого есть российские активы. У меня есть как российские, так и американские. Американские, в общем-то, растут, но с учетом падающего доллара стоят на месте. А вот Россия очень и очень радует. Ну и открываются российские рынки. Давайте смотреть, как это произойдет. У меня есть ощущение, что сегодня на открытии мы тоже можем увидеть плюс. Так, открываемся, друзья. Открываемся. Ну, не сказать, что прям хорошим ростом. 0,06% прибавляет у нас индекс РТС. И давайте посмотрим, как ведет себя индекс Мосбиржи. Индекс Мосбиржи, друзья, в слабом минусе. 0,13% он теряет. Пойдемте смотреть, что в моих портфелях. Здесь, друзья, тоже открытие в минус. Минус 0,26%. Итого у меня в портфеле 439 872 рубля. Продолжение банкета, во всяком случае, пока у нас не получается. Но за неделю плюс по-прежнему сохраняется. Плюс очень хороший. Плюс 5,39 и плюс 23 тысячи мой бумажный доход. За месяц более 8% роста и 34 тысячи 484 рубля. Давайте посмотрим, какие активы в моем портфеле сегодня показывают лучшие результаты. Итак, Саратовский НПЗ у меня лидер роста. 2,29% прибавляет. Растет второй день подряд Детский мир. Я напомню, что вчера он вырос процентов, наверное, на 9. Ну и здорово выглядит эта акция последние дни. Я как-то немножко подрастроился по тому, как она себя последнее время вела. Ну и немножко тянется Алроса. Возможно, китайцы оживились и начали покупать алмазы. Либо Филипп Киркоров готовит новую концертную программу. Непонятно. Так, также растет МТС у нас. Растет ОГК-2. Растет Ленэнерго. В плюсе Лукойл. Финекс на акции американских компаний. Это ETF-ка. И Татнефть. Падает Сбер. Падает Мосбиржа. Продолжает, кстати, друзья, у нас укрепляться рубль. На 0,17 опять валится доллар. И уже стоит менее 71 рубля. Так что, возможно, действительно, мы являемся свидетелями уникального явления девальвации доллара. Смотрите видео, ссылочка будет в описании. В минусе Роснефть. Облигации ОФК-система. Группа ЛСР. Сбербанк. Газпром. Что-то я так и не понял, что с дивидендами Газпрома. Если кто-то в курсе, напишите в комментариях. Все-таки они их подтвердили, либо не подтвердили. Вчера я читал-читал на эту тему. Ну, точнее, ждал-ждал информацию. Ничего не дождался. Падает Русал. Акции ОФК-система. Яндекс. Норникель. И лидеры падения у меня. Это Полюс и Полиометал. Более 1%. Погнали смотреть, что в Америке. Так, тут, друзья, все плохо. Минус 0,3 теряют сами акции в долларовом выражении. Ну, еще помимо этого портфель проседает из-за падения доллара укрепления рубля. И таким образом, менее 80 тысяч у меня сейчас в активах. Так что ушел я по этому портфелю в минус. Так, из акции сегодня растет Alliant Energy почти на 3%. И все. Больше ничего в плюсе нет. Вот, кстати, два моих фонда, которые я тут недавно на пробу себе закупил. Но видим, что евровый немножко прибавляет. Долларовый находится в нуле. Ну, вот такое, друзья, начало. Начало не в фонтан. Причем мы видим, что рубль укрепляется по отношению и к доллару, и к евро. Так что, друзья, деревянненький наш не так-то прост, да? Деревянненький не сдается. Начало не в фонтан. Давайте смотреть, что у нас будет дальше. Всем, кому вся эта тематика любопытна, если не трудно, поставьте лайк за видео. И подписывайтесь на мой канал. Буду вам рассказывать о том, как я инвестирую. Высказывать свои мысли. А вы смотрите, учитесь. Учитесь на моих ошибках. И принимайте скорее решение о том, чтобы начать этим заниматься самостоятельно. Это, друзья, помимо того, что интересно, еще и прибыльно. Все, хорошего дня. На связи. Пока-пока.